Симпл готов от тренера, мы уже много разобрали позиции, в принципе, все паки, которые он советует, которые он нам, в принципе, есть в Симпле, мы их разобрали, осталось сегодня только одна позиция, это, как я понимаю, ББ против котов, 3Б под. Вот, только, как вижу, ранжей, здесь уже будет немного шире, но посмотрим, что он будет предлагать, так как 1 пак, 3Б под мы уже разобрали, что было, если смотреть на значение ЮВН на 100, то довольно-таки неудачно, так как другие позиции, обычные рейджерные паты, все проходило более-менее хорошо, так, а сегодня мы займемся последним паком, так бы сказать, ну что ж, начнем. Симпл будет наш любимый бот, так, только запишем, еще раз напоминаю, возможно, кто-то не будет знать, что мы разбираем как игру в позе, так и без позы. Так, мы будем разбирать, ББ против котовка, 3Б под. Так, так, как я понял, здесь мы предлагаем 3Б. Бета в 33%. Посмотрим на ранжи, так, как видим, это ранж 3Б. Бета против котовка у Симпла довольно-таки широко, если монопоедно, если посмотреть на процентные соотношения, то очень мало, в принципе, таких пограничных рук. В основном, это будут сильные руки, которые он трибетит против котов на Б. Девятки, там, по 50%. И те же разномастные тузы он трибетит по 11-5%. Довольно-таки мало, так что можно сказать, что у него рейдж склоняется в сторону value. А, вот, какие руки мы будем защищать колом. И так же с котовка. Ну, как видим, это маленький процент, скорее всего, это будет ходить руки. У 4Б, не по фолд. Ну, поехали. Пока что, как вижу, пишет 3% на бет. Посмотрим, будет так или всегда. Ну, второй парой все стандартно. Мы ничего другого не сможем придумать, как раз сыграть. От чека и от пасека. У меня парирует. Те же валюты. Ряд ли не буду выбывать. Ни одной red draw мы здесь не будем так же выбывать. Так что, просто играем чек с нашим шедер. Так, пойдем дальше. Ну, в 3бет поте. Третья пара. Хоть из кадровина я здесь сразу же с валюты. Ну, как видим, симпл еще предлагает скалировать. Конечно, он здесь будет ставить. Некоторые бот тоже. Некоторые еще ASD поди. Гадшоты. Но, очень тяжело будет продолжать по терну. И, да, очень часто смогут выблюховать нашим четверок по реверу. Поэтому, думаю, мы уже, в принципе, играем против бота. У него все сбалансировано. Но, не стоит забывать, что мы играем от причин для ставок. Играем от статистики оппонентов, от их конбетов. И, на основании всех этих данных, принимаем уже решение. Так. Мы снова играем как колер 3бета. Как видим, это и на самом деле страта в треть пота. Пока что других сайтов я не видел. Но, возможно, я был не до конца внимателен. Но, здесь я бы не ставил. Играла от чека. В принципе. Мне-то есть здесь много. То за их слабее, кто на чек. Некоторые слабые фейердро. Но, думаю, что надо сыграть и от чека. И, по фолопу, получаем на ставку 66% пота. Какие блефы здесь могут быть? Не думаю, что нам будет достаточно нашей руки. Готово, чтобы наехать. Так как, дама это не чистый аут. Молодя тоже. При этом он будет какие-то кровалец. Те же гатшоты. 3бет поти. Думаю, что можно третью пару сразу уже на терне и зарыть. Пусть у нас есть блокер. Точнее, аута еще и на наши ОСД. Но, нет. Нужно, как видим, эскалировать. Это сильно минусовое решение было с нашей стороны. Поехали дальше. Этот раз мы 3бетера. И, как видим, он предлагает, как я понимаю, превращать в блеф на такой структуре. Ставить треть пота. Довольно-таки интересно. Здесь нужно, чтобы играть, что здесь уже превращает. Думаю, если мы здесь поставили флоп, то уже обставили терне и ривер. Принципи закрылась еще флеш-дрона. Здесь блокеры. Очень часто мы могли выбить те же тузы и короли. Тузы и короли, в принципе, мало будет запиента. Больше будет часть которых он еще 4бетит. Можем посмотреть. Да. Все это более-менее калирует. Но одномастные половину он отправляет. Вот. Так. Еще здесь сопоинство может нас склифовать. Несторый блеф он бы уже ставил по флопу. Скорее всего, это был либо под контроль. И третьей парой мне здесь тоже не нравится коллировать. Так. Думаю, что... Скорее всего, это либо слабый тузы, либо король икс. И... На прошлых тренировках мы записывали, что... ГТО бот любит тонко пары. Право или бетить. И здесь я из этой причины буду флорить. Ну, снова я ошибся. Как-нибудь ГТО бот превращает в карманы. И пока что запишем. Что... Нужно более... Скоро... 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 Вот... Скоро... 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 Те же тут даже... Катырь corrupt... Конечно, если бы у меня был мбэкдорливый аэродрог, я бы, конечно, закон, но, возможно, не третий. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.